Здравствуйте! Репортеры программы «Республика» и я, Татьяна Трофимова, о главном в Чубаксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Индийский штамм коронавируса диагностируют у каждого третьего заболевшего. Чем опасен этот вид заразы и поможет ли прививка? В парке построили макет ракеты с символикой Чувашии. Но что-то пошло не так. Кто решил символ республики превратить в мем? В начале выпуска о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен на всей территории Чувашии. Столбики термометров приближаются к отметке 34 градуса. Климатическая норма в эти дни августа превышена почти на 10 пунктов. МЧС установила предпоследний оранжевый уровень. Это чрезвычайная пожароопасность и опасные природные явления. Следующие уже красные, когда возможны катастрофические последствия. Чтобы этого не произошло, спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не посещать леса, не разжигать костры. Кроме того, надо ограничить время пребывания на солнце, чтобы избежать теплового или солнечного удара. В ближайшие дни усилится контроль за соблюдением пожароопасного режима. Нарушителей ждут внушительные штрафы. Решение о поддержке всех подрядчиков, работающих на социально значимых объектах, принято главой региона в ходе рабочей поездки в Валиковский район. О каких суммах идет речь и какая ответственность ждет тех, кто сорвет сроки завершения ремонта в школу, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов, Екатерина Шеверова продолжит. В школе деревни Таутова 1 сентября за партой сядет 161 ученик, ребята из 11 населенных пунктов района. Ремонт школы начали еще в апреле по республиканской программе модернизации образовательных организаций с износом здания более 50%. Вопрос оказался актуальным не только для Чувашской республики, но и для всей страны. С нами принято решение поддержать всех подрядчиков, прежде всего в тех нормативах, которые нам предоставляет российское законодательство. Мы индивидуально в каждый объект погружаемся и принимаем индивидуальные решения для того, чтобы в первую очередь, конечно же, не допустить срыва строительных работ, во вторую очередь не допустить банкротства тех или иных подрядчиков. В селе Аликово идет ремонт детского сада. Подрядчик не успевает и уже перенес сроки сдачи с конца июля на середину ноября. Техническая готовность детского сада чуть больше половины. Вы поймите правильно одно. Вот эти все ваши игры, мы в конце августа создадим два месяца и так далее, а он грозит срывом объекта. А там дети ждут. 181 ребенок ждет садик. И только от того, что вы не можете между собой договориться, сейчас будет объект стоять. Ждать, пока вы там о чем-то договоритесь. Это ненормально. На другом объекте в физкультурно-спортивном комплексе глава Чуваши поручил немедленно запустить в работу бассейн. Его построили еще в прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено еще в июне. Бассейн прекрасный, фокус замечательный. Причем его основной функционал и самый главный пример для остальных районов – это закрытый переход между фоком и очень удобно детям и между школой образовательной. Очень удобно детям в зимнее время. Третий урок физкультуры – бассейн. Вот бассейн стоит. В эксплуатацию подписан акт ввода со стороны Минстроя. Но сейчас остался медицинский кабинет и лицензирование. Олег Николаев потребовал договориться с так называемым приходящим врачом из ближайшей больницы. Тем более, что такая практика давно отработана в сельских школах. На очистных сооружениях села Аликова обсудили проект по реконструкции канализационной системы. Она давно устарела. Решено выработать единые стандарты, которые будут применять при проведении модернизации таких объектов уже в следующем году. Причем во всех районах республики. Екатерина Шеверова, Павел Редков, Республика, Аликовский район. В школе в деревне Кошмаши Маргаушского района завершается строительство и отделка. Ход работы обсудили на совещании с подрядчиком. Школа в Кошмашах должна открыть свои двери уже через две недели. Сейчас готовность объекта оценивается в 98,5%. Благоустройство завершено на 65. В школе появится лифт, а на площадке малые игровые формы. Завершено строительство подъездной автодороги. На совещании отметили, что есть незначительное отставание от графика, вызванное внесением изменений в проектно-сметную документацию. Глава Чуваши подчеркнул, что школу необходимо сдать в срок. Цитирую. Родители и школьников не должны интересовать внутренние процессы, подчеркнул Олег Николаев. Напомним, школа в Кошмашах на 108 мест строится в рамках нацпроекта образования. Индийский штамм коронавируса все чаще диагностируют в регионе. Так, из 240 пациентов стационара Северной поликлиники он подтвержден у каждого третьего. За истекшие сутки в Чувашии положительный ПЦР-тест у 77 человек, 62 выздоровели. В списке погибших 10 фамилий. Кашель, боль в мышцах, температура – основные симптомы COVID-19. Индийский штамм добавляет расстройство желудочно-кишечного тракта и высокий показатель заразности. При этом в группе риска теперь все чаще молодые люди в возрасте до 35 лет. Самое грозное осложнение, конечно, это цистокиновый шторм. Больше всего мы его боимся, потому что очень трудно спасти в этом случае пациентов. А так, наиболее частые осложнения – это, конечно же, вирусная пневмония в различной степени тяжести. Как говорят врачи, большинство из пациентов не вакцинированы. Привитые пациенты в стационаре – единичные случаи. Но заболевания они переносят в легкой форме. По последним данным, первый компонент вакцины в регионе получили 271 тысячи человек. Полный курс вакцинации прошли больше 227 тысяч. До появления так называемого коллективного иммунитета осталось привиться еще чуть меньше, чем 14% населения. Мы просто призываем всех вакцинироваться, потому что мы видим этих тяжелых пациентов. И как они сокрушаются о том, что не привиты. Единственный способ предохраниться от тяжелого течения заболеваний – это вакцинация. Сейчас я тоже захожу в красную зону к своим пациентам. Надеюсь, что все они выпишутся здоровыми, живыми, к своим родственникам. Обеспечить безопасность во время массовых мероприятий, во время Дня знаний, 1 сентября и в дни голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Госсовета Республики. Речь об этом шла сегодня на заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Планы по обеспечению безопасности разрабатывают специалисты разных ведомств, прежде всего силовых структур. На эти цели в текущем году из бюджета выделено 110 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 20-м. Замечу, что Чувашия – один из самых благополучных регионов страны в вопросе террористических угроз. Сегодня в Центр избиркоме Чувашии прошла жеребьевка, в ходе которой распределили около 3000 минут бесплатного эфирного времени на республиканских теле- и радиоканалах. С 21 августа в средствах массовой информации начнется агитация. До 16 сентября политические партии и объединения, а также кандидаты-одномандатники будут рассказывать о своих программах и планах на предстоящую пятилетку. Кандидаты-одномандатники, политические партии и объединения, которые баллотируются в Государственную Думу России и Государственный Совет Республики, получили время для рекламы на семи теле- и радиоканалах и в 28 газетах республики. Выделяются равные промежутки эфирного времени. Они располагаются в течение времени тоже на равных условиях, примерно в одно и то же время будут выходить. И данные эфирные промежутки, они скомпонованы под пакетом в равных долях. То есть и утреннее, и вечернее время учитывается, учитывается и недели агитационного периода. Вчера программа «Республика» рассказывала о потопе, который произошел на цокольном этаже торгового центра «Ярмарка». Предприниматели спасали от большой воды свой товар. Со слов бизнесменов, ответственность за случившееся администрация торгового центра нести не собирается и компенсировать убытки тоже. Кто должен ответить за случившееся согласно действующему законодательству, нам рассказала специалист компании «Гарант Чебоксары». Вред, причиненный имуществом гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Если ваш магазин или нежилое помещение затопили, вы имеете право на возмещение ущерба, предъявив требования к виновнику. Это могут быть коммунальные службы, арендодатель, либо один из арендаторов части помещения, по вине которого произошел залив. В случае, если имущество застраховано, при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая, необходимо обратиться в страховую организацию с заявлением о выплате страхового возмещения. От банального кашля до серьезных заболеваний. Ежегодно к врачам Маргаушской центральной районной больницы обращаются за помощью около 350 тысяч человек. Однако врачей узкой специализации не хватает, и многие жители сел и деревень вынуждены ехать за консультацией в Чубаксары. В такой ситуации на помощь едут профессионалы республиканского уровня. На прием ко врачу очередь. Прием ведут врачи высокой квалификации. Эндокринолог, нефролог, пульмонолог, гастроэнтеролог и онколог. Пациентов местные доктора готовили заранее анализы и необходимое обследование. У Людмилы Михайловой давно скачет сахар. Возможности попасть к эндокринологу не было. Сложно отпроситься с работы. Врачи знают, что мы валяем. Мы предупредили, что приезжает эндокринолог в районную больницу. И вот написали и приехали сюда. Сейчас сидим в очереди. В город далеко ехать, и еще времени нет. Там у нас полдня проходит туда-сюда ездить. Удобно сюда. Вот приехали. Так, сейчас сделайте глубокий вдох и резкий выдох. Еще раз. У многих осложнение после коронавируса. Беспокоит кашель. Пульмонолог, кардиолог, гастроэнтеролог. Полное обследование за несколько часов. Так, нажимаем больно? Чуть-чуть больно. Да. Вы откуда приехали? Мы с деревни Юнги. Далеко находится отсюда? Далеко. Далеко. Ага. На чем приехали? 20 километров. У нас козель специально ходит сюда. Спасибо, что приезжают из города. Такие специалисты нам. В город ехать тяжело. Пациенты разные. Кто-то просто с гастритом приходит. У кого-то цирроз уже печени. Вот мы там выявляем, находим. Наверное, пациентам очень удобно, что мы так вот выезжаем, осматриваем. То есть доступность, опять же, для наших пациентов. Интересно, как в разъездах работать? Ну, вообще, конечно, да, интересно, потому что люди разные, пациенты разные вообще, как бы, и посмотреть. И очень интересно иногда что-то выявляем. Вот в стационар сейчас к вам пойдем, там наверняка будут интересные случаи. Выезжать в районы врачи соглашаются охотно. Это прежде всего колоссальный профессиональный опыт. Наша специальность в районах востребована. Обращается достаточно много пациентов первичных и также на повторные приемы. Если пациент повторный, он обращается с результатами обследования, которые ранее были назначены терапевтами и либо другими специалистами, кто на повторном приеме с результатами обследования в динамике? Такое важное дело, чтобы вовремя выявлять и вовремя начать лечить любую болезнь. Я тем более бывший водитель скорой помощи, во всех этих делах чуть-чуть понимаю. Пока республиканские специалисты выезжают нечасто, по графику. У районных участковых терапевтов и врачей общей практики есть возможность консультироваться при помощи современной телемедицины. Пациент, обратившись к врачу, может получить телемедицинскую консультацию, не выезжая к врачу-специалисту республиканского уровня. Для этого наш врач вбивает все данные в единую программу, а врач-специалист республиканской больницы, он уже видит все эти данные по компьютерной сети, выставляет или корригирует диагноз, корригирует лечение и направляет рекомендации участковому терапевту, который все это воплощает в жизнь. В таких условиях жителям районов следить за своим здоровьем стало намного удобнее и доступнее. Главное – обратиться за помощью вовремя. В хозяйствах Чувашии начали сеять озимую пшеницу. К работам пока приступили в 10 районах. По плану в регионе должны засеять 105 тысяч гектаров. Амбициозные планы пока освоено чуть более трех тысяч. Для всех работ строго отведено свое время, причем природой. Если не засеять озимые до начала сентября, семена не взойдут и не окрепнут до морозов, значит, пострадает урожай. Если пшеницы будет мало, могут взлететь цены на хлеб. Хозяйство Цивильского района из года в год одни из первых выходят на сев, и урожай собирают обычно больше среднего по республике. Сеем третий день, сеем по черным парам, предварительно внесли удобрения, культивацию сделали, посеяли 180 гектаров на сегодняшнее утро, сеем только протравленными семенами. В планах у нас тысячи гектаров семян посеять в этом году. Комбайны, тракторы, селки. Техника в поле сегодня сильно отличается от той, которая была 20 лет назад. Олег Андреянов с трактористом работает уже 38 лет и говорит, сейчас в кабине чувствует себя, как в комфортной легковушке. На трактор работать сейчас очень хорошо. Новый трактор получил я. Все условия есть. Чисто, удобно. Кондиционер работает. Все нормально. Больше половины сельскохозяйственных машин собственники агрофирмы приобрели по государственной программе субсидирования покупки сельхозтехники предприятиям АПК. Из потраченных 80 миллионов рублей земледельцам вернули 40%. После окончания посева озимых в агрофирме собираются продолжить обновление парка. Ольга Алексеева, Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Павел Лисицын, Республика. Новая детская площадка в качестве подарка. В деревне Маштауши Абашевского сельского поселения Чебоксарского района отпраздновали День деревни. По программе инициативного бюджетирования поселению выделили 100 тысяч рублей. Жители деревни засыпали спуск, который находился на месте площадки, оградили территорию, покрасили забор и установили оборудование – качелю, горку и песочницу. Турники для модного нынче воркаута. Самых активных жителей отметили благодарственными письмами. Хочу поблагодарить все население сельского поселения, непосредственно деревни Маштауши, жители, которые вложили свою душу в создание этой детской площадки. И у нас деревня развивается из года в год лучше, становится красивее и лучше. У нас в плане в этом году еще ремонт дороги по программе инициативного бюджетирования. Он сказал, поехали. В парке имени Андриана Николаева поставили надувной макет космического корабля «Союз». По идее авторов, брезентовая конструкция должна была стать практически точной копией настоящей ракеты. Но что-то, видимо, пошло не так. Пользователи интернета активно обсуждают новинку. Кто-то ее уже сравнил с веселыми человечками, которые обычно заманивают посетителей в придорожные кафе. Между тем, настоящий космический корабль, символика Чувашской республики, отправился на околоземную орбиту 30 июня. Эти кадры без преувеличения облетели весь мир. На обтекателе космического аппарата красовались три звезды, стилизованных под традиционный орнамент, и портрет Андриана Николаева. Чувашская республика — первый регион России, чья символика была изображена на ракете, преодолевшей силу земного притяжения. Инсталляция в парке теперь вызывает улыбку у прохожих. И все-таки авторы уверены, кто-то заинтересуется этим арт-объектом и захочет почитать про освоение космоса. Я вызвался помочь в этой идее, отозвался по реализации этой идеи. И предложил сделать макет, который не только бы в себе отражал портрет нашего земляка Андриана Николаева, который дважды полетел в космос, наша звезда, но еще сделать в макете три чувашских солнца. Предки верили, что три звезды, освещавшие республику, — знак удачи. Этот символ изображен на гербе Чувашии, на традиционной одежде и головных уборах. Даже логотип национальной телерадиокомпании — одно из трех солнц. Екатерина Никитко, Павел Лисицын, Республика. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. Достигайте высот и поставленных целей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова